всем привет им здрасьте дорогие друзья с вами кисель и в этом видео будем рассматривать фиты против торговедов как их собирать какие корабли подходят что ставить и все такое прочее повторюсь много уже отсюда на этом канале и фиты такие как боевые пиратские торговые следовательские пассажирские все это уже есть а по торговым я еще не прошелся к сожалению это дело сейчас я исправлю естественно друзья с вас как всегда лайк подписочку колокольчик а с меня контент поехали мы не будем рассматривать как их фармить не будем рассмотреть виды фарма но их всего два расскажу о них вкратце solo толпой все больше ничего знать об этом не нужен теперь уже переходим к тому как это сидела собирается а рассматривать будем на примере моего фаза да он не в идеале для этого делала я расскажу что как почему что нужно будет поменять что для этого нужно и потом уже рассмотрим корабли которые для этого дела нам будут подходить в большей степени друзей начнем с вооружения в идеале для этого дела берется 2-3 типа вооружения пушка гаусса стражи если вы идете соло и просто отрабатываете им по сердцам также если вы идете соло вам нужно взять сейчас экспериментальная многоствольный блок ракет зенитная установка вот зенитная установка снаряда с институционным подрывом чтобы работать порою они нужны поверьте рой может сильно вам испортить жизнь дальше если вы хотите полететь с друзьями толпой там 34 корабля то берете просто скажем тайп и десятые у них есть 4 3 слота на секундочку ставите вместо гаусс пушек сейчас зайдем в контакты техрана брокер осколочное орудие стражи фикс и просто по прилету к торгоиду шмаляете всех орудий все вместе торгует быстренько быстренько лопается если хотите еще до максимум увеличить заходите в синтез и берете себе премиум снаряды касательно внешнего оборудования тут нам нужно теплоотводочка по желанию если честно можете так охлаждаться во время стрельбы гауссом метризатор отключающего поля по желанию но все же бы лучше бы я его поставил усилители счета тут внимание друзья торгоидом насрать на ваш резист и вам нужно сделать его как можно жирнее жирнее я сейчас говорю прочитание про резисты то есть просто делаем все на раздувку счета включая усилители счета их экспериментальные эффекты и сам щит то есть если у вас есть призматик ставьте лучше его нежели обычный либо двухпоточник и делать его на раздувку чтобы он был жирный жирный при жирной эксперименталку тоже что я имею ввиду сейчас покажу подробно вот наши ты генератор вместо него если у нас есть берем призматик он берется у а если деваль после трех недели поддержки ставим далее заходим модификации но не так конечно этим конженеры модифицируем его на reinforce оптимальная прочность увеличивается и все остальное ставим это из экспериментальных эффектов ставим тот который нам увеличит наш щита тут такого вроде нет кстати резист резист целостность массы ставим то на массу либо fast charge если хотите тут нету бафа точнее д бафа к как он называется к общему и к хп тут именно добавка резистом нас это не трезу можно ставить вас чаришь на двухпоточки в этого толком и не заметили двухпоточки зрительно призматике в этот толком особо и не заметите можно поставить на снижение массы что теоретически улучшит нашу маневренность потому что 160 тонн в данном случае это корвет и как бы 144 тонн на разница поверьте да будет в плане усилители щита берем усилитель щита обычно и делаем ему также heavy duty нас узнал также а также делаем раздувку увеличение наших счетов пожалуйста и здесь ставим супер композитор опять улучшение счетов и просто максимально возможно составляем если хотите оставлять иметь эти по теплоотвод нам таких кораблях аккорде об этого не делал он в принципе холодный для такого небольшого количества вооружения как остальные и получается много прямого щитов по поводу оборудования основного делаем максимальное количество возможное наших переборок но смысле нашего количества щита господи корпуса сейчас переходим в кориолиз покажу что я имею ввиду снова наш кориолиз и вот пожалуйста лайтвы и алон ставим реактив при активе . далее напиши ему опять-таки heavy duty и увеличиваем тут уже если не ошибаюсь а нет можно увеличить корпус пожертвовав резистами делаем по поводу силовой установки лучше конечно же ставить обычную силовую установку не стражи и инженерить ее на да на что хотите у неё теплоэффективность лучше что такое теплоэффективность пожалуйста заходим смотрим теплоэффективность 04 теплоэффективность 045 а у силовой стражи на письмо то есть чем меньше значение тем будет лучше тем быстрее ваш корабль будет охлаждаться тем медленным будет нагреваться и так далее очень полезная штука но бывают такие моменты когда вы не можете построить себе довольно мощный фитец используя обычную силовую поэтому ее приходится раздувать через инженеров конечно же маневровый двигатель очень важный момент ваш корабль должен быть достаточно маневренный с хорошим маневровыми быть очень быстрым поэтому ставим максимально возможно и наши маневровые и ко всему к этому еще делаем им пару гаечек сейчас покажу какие заходим снова на крыль и смотрим как зашел так открылись маневровые на максимальное и ставим грязную до настройку двигателя то есть именно дете не reinforce it не клин и беда грязную ваш корабль снается маневрение далее ставим drag drivers оптимальный усилитель увеличиваем либо хотите ставьте лучше оптимизированную массу либо это либо то что вам будет более приятный более интересно запомнили fsd двигатель ребят по желанию лететь скидает аргоидов довольно долго если вы на фото носится одно дело если вы своим ходом это другое вы можете также платить на этом корабле своим ходом можете полететь на другом корабле заказать этот корабль чтоб перелетел туда да это займет время но ставьте либо 5 а если сами летите ставьте гайку на лонг рейдж и оптимальную массу если не хотите лететь сами а забудьте это заказы либо на фото носу ставьте просто д класс или вообще самый минимальный вас как раз собой это силовая по системе жизнеобеспечения ставьте максимально не часто но такое бывает что торгуяда вышибают вам кабины это очень неприятно гибридный распределитель питания стражей он лучше чем обычно правда лучше но все равно обычный мы можем заинженерить лучше что я под этим имею ввиду переходим в кориолиз опять снова наш кориолиз заходим в распределитель питания ставим максимальный 8 а естественно в данном случае корвет не фас и ищем нас интересует не хайк capacity ничто нас не интересует что увеличивать нам копасти нам нужен именно скорость то есть вот черчины как его хейсит или хейтс не короче неважно вам необходимо чтобы все у вас восстанавливалась быстрее чем быстрее всего сталкивается тем лучше то есть быстрее будет движок восстанавливаться с ваша силовая по силовая ваше оружие и ваш щит это лучше нежели будет хоть попасть поверьте ставим и далее здесь ставим тоже на ускорение перезарядки супер кондуется понятно понятно сенсоры тут довольно интересно естественным лучше делать такие чтобы работали на большое расстояние но прикол в том то что у больших кораблей сенсоры тоже большие и весят очень и очень много с этим нужно что-то делать в данном случае стоять 4 а больше не нужно не тяжелые а вот с корветом и темный приорис вес его восьмых а сенсоров 160 тонн и ребят можно конечно их облегчить на light weight и получится 32 тонны дальность 768 и там еще у нас будет штрафик если не ошибаюсь к да к углу с усканирования новый примерно за этих находится торговать так что это не странно не страшно если вы возьмете 8d и сделаете его на дальность том будет тяжелее к сожалению но типовой диапазон выброса будет выше то есть дальность его так что ребят думайте масса либо дальность я лучше поставлю массу поменьше чтобы маневрилась было получше так как большинстве своем к мы используем корабли довольно большие в идеале конечно это корвет ну или катар это в идеале лучшая что корвет все таки за счет его маневренность 10 неплох крайт мк 2 хорош фаз хорош но все что в большой тройке имеет большую массу сенсоров поэтому тут лайт в это в любом случае по дополнительному оборудию щиты мы уже затронули дальше нам нужно еще увеличить нам корпус также берем набор усиления корпуса и инженерием его на раздувку сейчас покажу на кореолис то есть вот у нас наш кореолис заходим 5 у нас максимальный по корпусу через боевой будет быстрее так 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 где ты где ты где-то набор усиления корпус пожалуйста им 5 и делаем ему heavy duty раздуваем так а еще можем и еще можем deep play тему тоже все дело поднять но сильно не увлекайтесь 22 тонны в данном случае все таки решают потому что если мы поставим 5 штук это уже будет 125 тонн но в принципе мы столько выиграли сенсоров но суть вы ловили еще есть такая сказочная штучка под названием усилитель щита стражи который открывается у техно брокера стражи про это писал видосы сейчас вкратце объясню что это такое заходим в корпуса эта штука здесь открыта что это означает мы можем увеличить одним модулем на щит на 215 если ставим пятую категорию ставим четвертую категорию 182 и там дальше потихонечку идет на спад суть какая просто увеличивает нам щит а чем больше нас щита тем больше у нас будет танка по поводу банчек естественно ставим максимальную баночку вот допустим наш любимый ненаглядный корвет который здесь имеет 777 ставим банку и не паримся реально одну баночку и можно поставить вторую и если у вас не будет хватать мощности на обе что скорее всего просто одно отключаете через меню сейчас объясню что такое заходим обратно в ритку огневые группы модули заходим выбираем модуль допустим вот тут у нас а раз банка два банка но щита накопитель просто берем его нажимаем на активно и он отрубается но потом когда тот кончается этот рубаем и все у нас хорошо также торгоиды работают против вас торпедой роем и когда торгует помирает облако это все коррозия и причем торговец какая коррозия не путается коррозии который можно поставить на немногое контическое оружие это другое со временем эта штука разъедает вам корпус учит есть несколько путей первый путь это перегреть корабль или лучше не включать режим тихого хода потому что вас то обрубится щита щит тоже ваш танк не забываем об этом поэтому просто стреляем из рельсов пока не перегреемся 150 и выше тогда эта штука с вас спадет также вы можете воспользоваться как эта штука называется господем интерес от отключающего поля так экспериментально где-то еще ксеносканеры так ставить нужно но это отдельно я вроде сказалось нет то сейчас сказал так дополнительно набор усиления кул корпуса стражей по идее звучит красиво то есть нас повышается стойкость к едким веществам той самой коррозии но нафига нам это надо эти жалкие 5 процентов когда мы можем взять поставить набор усиления модуля обычным и при этом еще его так сказать раздуть им корпус а эту штуку коррозию можно снять просто обычный перегревом чтобы вообще не париться и не мучиться друзья не забываем то что торгу это могут еще нам выносить внутренние модули как любые другие корабли что с этим делать заходим в допыть наоборот на 5 набирая вот боевой отсек по ему будет удобней набор усиления модулей смотрите набор усиления модуля обычный 60 процентов целостность 235 понятно понятно и вуаля 60 процентов на 259 но при этом немножечко поднимается ну как поднимается у вас будет энергопотребление повыше но и целостность этого модуля становится тоже выше что это означает есть набор усиления модуля стражей ставим его нету ставим набор усиления модуля поскольку эту штуку нельзя заинженерить то лучше будет конечно же этот вариант теперь давайте обсудим корабли которые для этого дела подходят лучше нежели остальные начинаем с конца имперский катар да очень много счетов нормально по корпусу но плохо с маневренностью поэтому да но это я бы сказал третье место первое место для этого дела корвет маневренность много чего всего суть поняли дальше и носит инаконда непосредственно поняли как собирать сделались то же самое хорошо 5 10 defender под соло фарм ой под соло под групповой фарм к просто прилетайте толпой поскольку четыре третьих слота это с 4 третьих осколочных орудия стражи это просто смерть довольно быстро если вас там четверо то и больше точнее смерти торгуя белуга нет то я в 9 х и вино это и так понятно 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 край там к 2 для этого дела может пойти как я уже говорил о нем тоже можно это делать это забыли это забыли кстати маленькая маневренность не советую забыли 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 чифтейна можно еще для этого дела пристроить у него хорошее расположение огневых гнезд оружейных прошу прощения так что тоже хорошо зайдет очень хорошая маневренность и фас на нем тоже это можно делать не на нем собственно это и делал с ребятами был как-то раз три но это было в первый раз но это получилось в итоге хороший вариант я бы сказал начальный вариант все что идет ниже я бы даже не стал друзья правду не надо не мучите себя не надо просто фух друзья все спасибо за просмотр надеюсь я рассказал вам все правильно все что знаю доложил в понятной форме что как делать теперь вы знаете как собрать такие фиты теперь вы знаете теперь вы думаете а надо ли она мне я скажу так это больше роллплей типа если вы хотите отыгрывать именно прямо уничтожителя ксеносов там и всякое такое туда пожалуйста есть много людей которые занимаются и кайфуются этого также как и ганкеры также как и торговцы и все остальное каждый отыгрывает свою роль в этой игре друзья не забывайте об этом а на этом мы заканчиваем в описании под видео будет ссылочка на плейлист с этой игрой где очень много видосов уже там 220 или 230 как-нибудь я это делаю все скомпоную в различные плейлисты что вам было удобно искать также будут ссылочки на очень полезные видосики для новичков такие как сборки опять-таки фитов тех которых я уже говорил и плюс еще там есть некоторые на припад то пойдет потом туда же в ссылочке ссылочки в гайду по шахтерству по торговле по заработкам по перевозке пассажиров в общем мать 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 мучая просто расписано раскидана именно в описании также будет ссылочка на инстаграм группа вк дискорд сервер где уже 500 человек на секундочку если у вас есть какие то вопросы пишите либо сюда в комментарии либо отправляется дискорд она точно подскажет довольно быстро и оперативно и ссылочка на телеграм-канал где тоже выходит информация публикуешься видео на канале друзья а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока